против Александра Гельмана, и Александр, я так понял, навсегда решил отказаться. Голландки. Снова играют вот такие вот пирцоподобные построения, а с сконом с ножей 4. Кстати, достаточно интересный вариант. Белым здесь нелегко доказать свое преимущество. Хотя оно и должно здесь быть при правильной игре. В принципе, напрашивается E3, но E3 играть не хочется. Но, видимо, не менее, лучшего придется. Слон Е2. Взьму на Д4. Конь А6. Интересный ход. Конь в вариантах идет на Ф5, достаточно неприятно может быть. Возьму этого коня, просто чтобы не связываться всеми этими неприятностями, пойду ферз Б3. К тому же, таким образом, белые соорудили себе небольшой перевес развития. Такое дело, что два слона в перспективе могут сказываться. То есть, если слон вернется на G7, черный выведут коня А6, то позиция будет неприятная уже у меня. Конь Д7, жертва пешки. Ну, правильный случай взять, просто видимо, Ладя Б8. Белые, очень прошу прощения, черный заберут на Б2. Но, правда, я должен заметить, что положение коня А7 для черных не идеальное. То есть, они, наверное, предпочли бы его иметь. На поле С6. Белые создали небольшое затруднение, но у черных тоже нет больших серьезных затруднений. Ладя Е1. С7, мы просто идем на А на Д1. Пешка... Пешка Д4, слабая звена. В позиции белых, подобных структурах. Д8. Раздруга находом С5. Видимо, последует ДС, ДС, Ферк, С7. Там она под руку Д5, Ферк, С8. Есть ход слон Ж4. Давайте попробуем. По крайней мере, интересно выглядит. Даже не могу сказать, что я создал какую-то конкретную угрозу здесь. Но навесить такую пешку над ферзем фланга соперника, в принципе, должно быть неплохо. Я ожидаю хода коня Ф6 от Александра. В этом случае, наверное, отвечу Ферк, С4. Надеюсь доказать, что слон на Ф3 немного сильнее, чем слон на Ж7. Ну и, как часто бывает, я отстал по времени. А как вы... Наверняка вы помните... Не то, что против Александра, а вообще мне, играя на плейчейсе, до падающих флажков доводить дело не стоит. Потому что... Немного странно себя ведет приложение. Или, может быть, Александр все-таки раздумывал здесь над взятием, но нет, коня Ф6 сыграно. Как, в общем-то, и ожидалось. Теперь, мне кажется, сильнейший ответ за черных именно Е6, чтобы поставить Д5. То есть на Б4 Д5. И получается оборудованная структура. С одной стороны, вроде, у меня больше пространства. С другой стороны, у черных давление на пешку Д. А6 ход немножко загадочный. Прихвачу я пространство на ферзевом фланге. Лишним не будет. Может быть, уже хочу пойти А4 и Б5. Может быть, пока нет. Может быть, Александр хочет... Воспользоваться, что ферзь не защищен от С4. Но вроде я не вижу. Явного способа этого добиться. Ладья Д8. Ладья Д3. В целом, должен быть достаточно полезный ход. Может быть, Ладья перешла бы на линию Е. Но сыграно Е6. Нет ли у меня хода Д5? Давайте попробуем снять Д5. Нивелируется перерез белых на ферзевом фланге. И с другой стороны, во многих позициях я начинаю давить на пешку Ф7. Это может быть неприятно. Ну, ход Д5 вряд ли здесь рассматривается. Потому что преимущество белых на ферзев станет подавляющим. Да, взял Александр. Д5. Видимо, с Лондой придется играть. Да, просто возьмем БЦ. БЦ, конечно, не оптимальный ход. Но, видимо, ничего сразу добиться не мог. Ладья Д7. Да, правильный ответ. Ладья Д1. Создаваю угрозу слон Ф7. Ладья Е7, поэтому тоже логично. Ставлю Ладья Е3. Надо уже начинать давить на эту пешку. Ладья Ф8. Достаточно пассивно это все выглядит за черных. Сыграю. Уже 3. Форточка на случай угроз по первой горизонтали. Достаточно серьезный отстал по времени. Пора отыгрывать это отставание. Да, ЛД1. Довольно много у черных слабостей. Правда, вот у меня наш трепешка тоже подводит. Ладно, возьму Ф7. В том, что в случае взятия эффекта Ш3 здесь есть удар С6. Здесь навидит ли его Александр. Судя по всему, увидит, иначе бы раздумья черных не были бы столь продолжительными. Да, просто ладья С7. Ну что ж, туда по 3-4 на Д5, она ладья С5 ферзично. Сохраняется какой-то перерез. Потому что все-таки при разноцветии моей фигуры более активной, но и к тому же висит сразу пешка на Б7. Не буду проверять, работают ли эти шахи. Сразу. Сделал себе материальное преимущество. В принципе, слабый черный король во всех вариантах все равно должен сказаться. Шах, да? Вече слабо в 3. Может быть, хочу пойти уже 4 в какой-то момент. Пока не дают. Верну ферзя. Дам шах. Я в некоторой степени активизировал свою фигуру Александр, но времени слишком мало. Отконец я уже просто перешел на игру на время, если не успел.